Ну что, располагайся, Татьяна Зорьевна, недалеко, чтобы видно было. Наташка, у тебя, по крайней мере. Итак, темы. Да, мышь где-то пытается. У кого есть? Света? Наташа? Какое-то новое придумать хочу. Вопрос на старую тему, да? Да, да, вопрос. Темы одни, да. То есть тем, что... Вот пришел мужик мне помогать сегодня, почти к нему. А я помощи не запрашивала. И как бы вот помощи мне не нужно было. Я спокойно, я там наслаждалась копанием. Хорошо. Бу-бу-бу мне, там, вытолкал машину. Вытолкал меня. С дневной, да. Типа, я вот думаю, ну вот, как бы можно было бы его... Я вот думала, что, ну, ладно, с соседями, типа, налаживала так отношения. Ну, вообще, ну, не охота мне было так, чтобы вот... Чего это все-то, ты скажешь или нет? Не доставали. Так вроде не доставали тебя, машину доставали. Да. А тебя нет. Спросили тоже. Ну, машину доставали, а может, она просила? Я. А ты нет. Ну, он же мной командовал. Ну, чтобы машину доставить, машину-то просила. Все, тема кончилась? Спасибо. Ма, ваша тема тоже думает, отлично. Полина, тоже думаешь? Ага. Ага. Так, Илья, палец покажи. Илья. А, так, вот, показал палец, спасибо. А, Мишка, привет. Привет, Кен. Мишка сразу смеется. Так. Вопрос угадал, Кен. Радуюсь. У тебя, Мишка, тема есть? Ну, не было времени готовиться. Я в командировке в Пьебалтике, той самой, которая русских очень не любит. Переехал из... Прямо Прибалтика вся русских не любит. Ну, как ни странно, в Эстонии, это не странно, а здесь отношения намного лучше, чем в Латвии. Там просто вот такой накал ненависти горит. Ну, может, это показуха, Мишка, все-таки внешне... Не, 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 не разу. Они сокреты. У меня даже пришло на память, я ходил по своим маршрутам, в том числе часть маршрута на Мозгобойню. Ага. Проходит мимо старой синагоги, которая была разрушена 17 июня 41 года. То есть, вот местные националисты перебили еврейство, у которого можно было что-нибудь забрать в городе, и разрушили синагогу. Это за, сколько там? До пять дней, за неделю. За пять дней до начала войны. Круто. Так очень памятно мне вдруг врезалось, что подогрели местных, и местные учинили такую негодяйскую акцию. Вот. То есть, сейчас ситуация повторяется. Только я думаю, что еще немножко подогреют, они будут бивать русских. Прикольно. Окей. И таким образом, сегодняшнее сборище, у нас нет ни одной актуальной темы, предлагаю закрыть клуб. На сегодняшний. Как минимум. Раз нам обсуждать нечего, чего торчать просто в эфире. Согласны? Попробую. Нечего, так нечего. Есть чего актуальное, чего-то жжется, давайте обсудим. Нет, так разойдемся. Я дал позывные, приглашал и просил мальчика, который занимается грибами, на клуб прийти. Он не законтактировал и не попросился. Это вопрос. Ну, смотри, какой мальчик? Который был на прошлом клубе? Нет, нет, другой. Значит, нет. Нет. Ой, жалко. Он на себе опыты грибные ставил. А на прошлом клубе у нас? Я не был. У меня был переезд. А запись видел? Нет. Нет, нет, нет. Я посмотрю. Мужчинка молодой, который возглавлял психдиспансер в Туле, а потом переехал в Москву, открыл с другом клинику, где они провели массовый эксперимент психдиспансера над психически неполноценными людьми, которые на учете стоят в диспансере. 160 человек участвовали в эксперименте с мухоморами, то есть была контрольная группа, то есть научно организованный эксперимент с мухоморами, и выяснили, что мухоморы оказывают воздействие положительное на психотерапию, сопровождающую этот процесс, чуть слабее, чем другие современные психотропные вещества. То есть, ну, эффект есть. Поэтому, если вдруг поставки психотропных современных веществ в Россию прекратятся, то мы сможем продолжать это делать с мухоморами. Да, ну, вот мальчик, которого я встретил в Риге, как мальчик, он за 40 сказал, что он... О, господи. Что он... Он... Больше... А, последние два года принимает микронодозинг мухомора. И... И сказал, что он просветлел. Вот. Это было поводом для того, чтобы я его... Я дал позывные и сказал, пиши, уговаривайся. Ну, таких сейчас очень много, потому что очень модная тема микронодозинг, в том числе мухоморов. Вот. И очень многие из употребляющих разные вещества, в том числе микронодозинге, заявляют о нечто подобном. Но, как правило, оказывается, это все очень субъективно, потому что большинство из них нет критерий, по которому они судят. То есть, это чистое субъективное впечатление. Что-то изменилось, им нравится, и они называют это просветление. Спасибо. Пожалуйста. Хорошо. Ну, что, Татьяна Зубовна, созрела на что-то? Попробую, да. Ну, тогда, может, в экран войдете? Вообще, ты такой? Ну, сядь вот сюда, на подушке. Я с тобой потом в экран. Ну, чтобы слышно было, видно всем. Так. Так. Да, я Кастанеда, мне она нравится. Пятая серия, пятая книга. Значит, но при этом мне видится, что изложено, там кто-то еще Юлия Косова просит. Не зря я сюда припелась. Что в конце... Это не срабатывает. Противоположный, ну, противоречит буддизму. Как бы. И вот это вот интересно мне обсудить. То есть, в буддизме концепт, что вот всех живых существ спасать. Так. Всех. А у Кастанеды есть некоторый... То есть, вот есть орел, некоторая энергетическая сила. Она пожирает всех, кто умирает. И только очень редкий человек, который имеет некоторую специфическую светимость этого яйца, которого нашли тальтеки и его обучили. И он стал членом партии. И он вместе с этой партией может пройти мимо орла. Грубо говоря, спастись. Спастись, да. И в этом смысле у меня, как у члена партии, появляется задача не всех спасать этих идиотов, которых я действительно не люблю. Но здесь уже моя личная партия выступила. А найти тех, которые вот с определенной светимостью, их охмурить. Они вступят в мою партию, и тогда мы как бы можем спастись все вместе. То есть, они мне помогают спастись, как бы дополняя меня до какой-то целостности. И мы все вместе спасемся. Ну, услышал тебя. А где противоречие? Противоречие у тех спасаться всем. И я себе представила, что я... Нет, подожди. Во-первых, не спасаться у буддистов, а спасать всех живых существ. Спасать всех живых существ. Но... Да. Наклонись перед, пожалуйста. Да. Это непонятно противоречие? Нет. Значит, противоречие у буддистов. Спасать всех живых существ. Да. А у тех не спасать всех живых существ. Так же, как у Гурджиева тоже. А что делать? Ну, являет у себя гумус, биомасса. Подожди. Ты только что рассказал. Сейчас начинаешь повторять. Да. А на мой вопрос так и не отвечаешь. Спасать только тех... В чем ты видишь противоречие? Противоречие, что спасать только тех, кто обладает специфическим качеством. Итак, у буддистов спасать... Тех. У тальтеков спасать. Где противоречие? Противоречие в вопросе, кого спасать. В чем тут противоречие? Значит, у буддистов спасать живых существ. У тальтеков спасать живых существ. Людей в данном случае. У буддистов людей. И здесь людей. Спасать. Где противоречие? Выпрямись, пожалуйста. У меня шея сломается. Я сижу мягко. У меня шея сейчас сломается. Я говорю, сядь на подушку. Вот сюда. Эта подушка же низко. Мне это устроит. И не спиной к Светке. Ну, Светка с другой стороны там сама сидит. Тебе нужно выкатить сто рак аргументов, лишь бы не сделать то, что я прошу. Хотела. Да. Отлично. Все хорошо. Села. Слушаю тебя дальше. Итак. Спасать, спасать. Людей, людей. Где противоречие? Там имеется в виду всех, а здесь только редких изгланов. Понимаешь, что такое слово противоречие? Спасать людей, не спасать людей. Вот это противоречие. Хорошо. Спасибо. Миша, я тебя отключу пока телефон. Надеюсь. Сейчас попробуйте. Их же где-то в Танеж. Это Тань. Тальтеки просто не раздули всех и вся, потому что они не стали социальной религией. А буддисты добавили к Хинаяне Махаяну, когда надо было с брахманизмом бороться. Вот они, собственно говоря, утрированно там и заявили. Значит, говорят, что к ним Христос заезжал, а это занес. Значит, они там посудили, как социумы хмурять. А понимание глубинное одинаковое. Полин, ты согласна, что противоречия пока в словах Ма нет? Да, масштабы и спекуляция вокруг этого. Разные из-за разного контекста. То есть я не понял, ты согласна, что противоречия нет или не согласна? Нет противоречия. Нет противоречия. Нет противоречия. Понимаешь, белое противоречие, черное. Маленькое белое и большое белое – это не противоречия. Ну, действительно, косвенное противоречие есть. Так, очень хорошо. Появился еще один диспутант. Так, то есть из этой фразы, которая привела Ма, следует, что тех, которые там чего-то не могут пройти, не могут где-то там, их не спасать. И это противоречие. Живые по этим параметрам не подходят, их не спасать. Да. Это что, там прямо написано, а не спасать? Ими никто не занимается. То есть ищут, вот есть партия. По их как бы методологии. Вот нас там сейчас, допустим, мы партия, там, пять человек. Мы по их методологии смотрим, кого у нас не хватает. Там, у нас не хватает, допустим, трех мужчин с такими-то параметрами и четырех женщин с такими-то параметрами. И ищем именно этих. Если все, со всеми остальными мы не возимся. Но зато на этих обращается, ну, как бы, все внимание. То есть если он нашелся, этот человек, то дальше, как бы, все наше внимание обращается на то, чтобы его увлечь, привлечь в группу. Как-то заманить хитрый жопа. Исторический пример. Значит, каждое лето меня, когда я в школе учился, отправляли к дедушке в деревню. Под Москвой деревня была. Там был сад. Значит, в саду 14 яблок. Некоторые яблоки, когда созревали, мне не нравились. Были невкусные. А некоторые созревали рано, быстрее других. Еще все остальные зеленые, кислые, не нравились. А эти, значит, коричневый сорт такой. Маленькие, ну, такие сильно красненькие такие яблочки. И пресно-сладкие. Вот мне очень нравились. И вот они созревают. Я с других яблонь не ем. Вот. Но эти коричневые периодически прибегаю, срываю и ем. Вот. Спрашивается. Ем я яблоки или нет? Ешь. А ведь те вот не ем. Яблоки ешь. Вот здесь спасают особых людей, которые с двойной свистимостью. А те говорят, мы спасаем всех людей. Но тоже монастырь силы не затаскивает. Ничего силы не делают. Но пытаются как-то пробудить их сознание. Там рассказываем какие-то притчи, там, какие-то картины мира Иисусу. И что пробуждаться – хорошая вещь. Просветление – замечательная вещь. Соблазняя их. А здесь ищут с двойной святимостью. Но все равно спасают людей. Не хватает им трех, они ищут трех. Среди людей. Не среди обезьян. Не среди слонов. А среди людей ищут. И их спасают. То есть принцип один и тот же – спасать людей. Противоречия принципиально никаких нет. Вопрос в том, каких людей, когда спасать. Спелые яблоки или не спелые. Нравятся или не нравятся. Но яблоки пытаются спасти. А поняла ли, что противоречия нет? Может быть, ты сформулируешь по-другому вопрос? Может быть, твой вопрос-то не о форме, не о противоречии, о чем-то другом? Почему эти так, а эти так спасают? Ну, вообще, мой вопрос такой, что, может быть, правильно такая позиция? Вообще, перейдем на нее? То есть, на Кастанидийский концепт. Потому что спасать идиотов как-то надоело и неэффективно. Ну, Танюша, может быть, у идиотов двойная светимость. Если ты разовьешь себе свойство видеть светимости, то может оказаться, что те самые идиоты, которых ты отвергаешь, обладают этой двойной светимостью. Как раз те самые нужные люди для тебя. Если ты перейдешь, то столкнешься с противоречием в полную силу. Может быть. Куда перейду? На эту идеологию. И научишься видеть светимости. Сейчас, когда ты не видишь никаких светимости, ни одинарных, ни двойных, переходить в новую идеологию, которую ты ни бельмеса не соображаешь. Ну, как-то, мне кажется, слишком поспешно. Хочешь? Поэкспериментируй. Научись видеть светимости. Посмотри. Я перевела себе это на некоторый вид. А, отлично. На свой. Решила, что светимость – это как бы активный интерес. Как бы излишняя энергия, которая проявляется в активном интересе. К чему угодно ли? В данном случае к духовной практике. Ну. И? Все. Ну, вот, Андрюшу-то когда-то нашла, обнаружила в нем какой-то интерес, и затащила его в школу игротехников. Попыталась спасти. У него не было посвятимости. Вот. А у него, кажется, светимость не было. Ты ошиблась по новости Леса. Ну. И что тебе тогда вот? На другую идеологию перешла? И там ты ошибаешься. На третью перешла? И там ты ошибаешься. Какая тебе разница? Какая идеология? Традиции в школе, если ты все равно неофит. То есть идиот сам. А начинаешь на идеологии пытаться менять идеологию зачем-то. Занимайся собой. Спаси себя. И с тобой спасутся тысячи. Любой традиции. Для тебя пока. Какая традиция лучше? Для та, в которой ты уже. Совершенствуйся в ней. Зачем бегать между традициями? Между картиной мира, методологиями и так далее. Если ты просто недостаточно прилежно, успешно в этом. А вдруг там будет мне легче? Ты просто легких путей ищешь. Не всех спасать, а вот каких-то особенностей, двойной смятимости, которые сами замечательно спасаются. Даже в Красноярске. Все хорошо. Ну, а так неэффективно. Какую-нибудь Полину спасали, спасали, спасали. Спаса она, нифига. Так хотя бы. Она спасена. Ее нету этой светимости, и все понятно. Можно на нее не тратить энергию. А так как бы... Ты посмотри на ее улыбку. Она же вся светится. У нее тройная светимость, не то, что двойная. Ты, типа, снимаешь с себя ответственность на нее, такое, все, все. Ну, ты пытаешься перейти с позиции осознания себя, развития себя, на суждение других. Понимаешь? Ты начинаешь судить о других. Этого нет светимости, у этого и три светимости. Это все суждение. Да. Закончили тему? Ты таким образом ходу делаешь, да? Отказываешься от диалога, замолкаешься. Меня накатили. Мы не понимаем твоего вопроса. Нет противоречия. А что обсуждать-то с тобой? Давайте перейдем в другую традицию. Ну, давайте. Только зачем? Чем-то лучше? Тем, что в это люди не спасаются. Елки. Вот пример. А кто и спасается? Дон Хуан спасен? И нифига не спасается. Дон Хуан спасен? Да, он там прыгнул где-то. А был Дон Хуан-то? Был. Вообще-то. Конечно, был. Конечно, был. С чего ты взяла? У меня были свидетели, которые мне говорили, что он был. Ясно. Одна баба сказала. Давай сразу тогда на российскую традицию. Розу Миру перейдем. Стихи Али, Эгрегоры. Все замечательно. Все кругом киш-ма-киши. Нахрен тебе чуждая мексиканская традиция тальтеков? В общем, непонятный опять разговор. Не нравится. Не нравится. Все у тебя пока. Не смотри. Давай бухти тогда. Вторая тема – это структура СКО. Как-то я ее уже поднимала. Ну, что представляет из себя СКО? Как-то я себе представляю в каких-то своих размышлениях восхожу к тому, что это некоторая безидея. Но это довольно странно, потому что она же лежит в бессознательном, и идеей таким образом являться не может. И я вот в этом противоречии как бы запутываюсь. С одной стороны, мне видится, что это вот идея, ну, там, не знаю, там, водить машину страшно. Или не для меня. Так как кто-то считает, что там один раз сел, попал в какую-то аварию, и как бы сделал некоторый вывод, что вождение машины не для меня. Но сделал его бессознательно, и дальше начинает избегать как бы этой... Тогда это не вывод, а там испугался бессознательно, там, психической травмы, давай назовем. Да, но что это такое? То есть слово психическая травма, оно не не определяет структуру. Что, собственно, это такое? Перелом определяет структуру. Физиологически понятно, психически нет. Как-то нет, кому непонятно? Ну, нечем ломаться. Психика. Нет как физического объекта, чтобы ломаться. Понимаешь? Как физического нет, но есть психический процесс. Процесс не может ломаться. Почему? Ну, обтекает, но если река течет, ты не можешь сломать, ты даже камень туда... Давай поменьше возьму, остап, ручеек. Ручеек течет по прямой, с горки там. Я приношу большой булыжник в русло. Бум! Ручеек. Бум! Запру, да. Он набирает, набирает, набирает. Снизу вода перестала течь. Набирается какая-то большая лужа и находит вокруг камня дорожку, но в результате теперь бум! Колено и снова потекло. И глазами видно, что здесь вот раз ручей, потек по прямой, а теперь в сторону и там по прямой и дальше потек. Но есть вот этот слом ручейка. Физически его видно. Поток прерывался, повернулся, колено, уступ такой возник. Да, так понятно. Так. Ну и в психических процессах, где течет энергия, такие же вещи по аналогии можно себе представить. Ну вот это как бы на каком-то языке это прерванное движение, но ведь он же течет. Потом труднее обнаружить, что он прервался, он прервался тогда, пока яма наполнялась перед булыжником. Да, ну и в общем-то в случае у чайка никакой проблемы нет, он завалил яму. Так же нет, у кого-то нет, а у чайка есть. У многих каких-то там, не знаю, на листочек какая-нибудь гусеничка раз и спускалась по чайку, каталась, так заползет наверх, а теперь об камень шандарах мокрое место. Не может сказать, скатиться. все, горка сломалась. У кого-то нет, а у кого-то появилась проблема. Помнишь, плотины ставят, когда гидростанции, и оказалась большая проблема. Для рыбы, которая на нерест идет вверх, становится непроходимым это место. И у них ломается, в другом месте они не могут нереститься, не привыкли, а здесь подняться не могут. Что делать? количество поголовья рыбы начинает стремительно падать. Вынуждены были разработать специальные обходные маршруты для рыбы, чтобы она обходила и шла дальше на нерест. Понятно. И так в каждом месте понятно. Если подумать, можно увидеть, как это ломается в потоках процессов. А если не думать, то не видно, непонятно. Со времен гермеса тресмегиста наши думающие люди понимаются отверху, так и внизу. Как на земле в грубом физическом образе, так и в тонких мирах все по аналогии построено. И кто-то умеет эти аналогии видеть, кто-то не научился еще. Как увеличение сопротивления, например, цепь не пропускает или брать электрическую. Например. Потому что цепь не пропускает достаточное количество энергии. Можно так сказать. Можно там десятки других способов. В сеть строен диод. В одну сторону продолжаете протекать, а в другую нет. Там конденсатор. Заряд проходит, а физический разгреб есть. Физический нам не важно. То есть нет проводника физического, а заряд проходит все равно. Нам-то важно, чтобы заряд проходился. Кому-то вам важно это, кому-то вам важно другое. не об этом сейчас речь кому-то важно. Что в тонком мире есть аналоги физического мира. Если их понимать, то никаких проблем не возникает. Но ты начала структуру СКО. О чем ты? Мне как-то виделось, что СКО это все-таки в центре своем несет идею. Как вот некое противоречие. И просто если понять полностью эту структуру, тогда может быть легче ее и ... Давай согласуем опять язык. Идея это всегда противоречие? В случае СКО думаю, что да. стул и стульчатость. Предположим, стульчатость это идея. Сама просто любая идея не всегда. Не всегда. Тогда какая идея закладывается тобой в СКО? Тобой закладывается. Почему ты называешь то, что ядро из КО Гроб назвал? Ты называешь то, там какая-то идея. Чем слово идея лучше, чем ядро? Ядро непонятно что. А идея понятно что? Да, понятно, что я там дышу или делаю какие-то практики и я до тех пор, пока не достаю эту идею. Достаю ядро. А ядро непонятно непонятно. Елки опять. Понятно это от тебя зависит. Мне понятно, что я обнаруживаю ядро. Тебе понятно, что ты обнаруживаешь идею. Ядро это как бы энергетический выплеск. И он Это можно перевести как энергетический выплеск. А можно понять как идею. А что такое ядро? А что такое идея? Идея? Да. Купаться опасно. это идея. Нет. Это суждение. Ну рыба всю жизнь купается и ничего опасного для него нет в воде. Наши караси вспомни. Кроме светки ничего опасного там для них нет. Светка может руками поймать вот. Тань, ты не помнишь, то СКО это целый комплекс переживаний связанных с конкретной ситуацией, первичной повреждающей. Разве это идея? Система конденсированного опыта, да? система. Но в ядре ее, самую суть ее по-моему является некоторая идея, вокруг которой потом по жизни нарастает комплекс. Я там маленький жалкий неудачник. меня кусила собака. У меня начало как бы это было ядро эта ситуация целиком. Боль, страх, там испуг, да. Испуг там по Хаббарду все эти звуки, вот комплекс такой, хлобысь, дальше я сбегаю с собак. Там и что-нибудь еще наслаиваются. Но в ядре-то это же не просто идея собака страшная. целой англомерации. Факт, опыт, да? В ядре собака страшная. Самая самая суть, что собака страшная. Нет. Собака глоб. Это суждение, это не суждение. Это уже та самая система начала образовываться. Собака-то была мелкая и не страшная совсем. Просто собака была какая-то. а теперь я о ней рассуждаю так. Собака была собакой и осталась собакой. Отношение вот этого человечка к собаке изменилось. Ну да, я вот в лес пошла и вспомнила, как это Регина рассказала, что она гуляла, и Света там и собака такая прибежала до вас. Регина спокойна там, а Света не то испугалась, что я думала волк. Вот. Я вспомнила, что собаки здесь есть в лесу. Я вышла так и слышу и думаю, вот интересно, глюк у меня пугающий такой, типа, повернуть обратно. И так подумала, типа, ну, буду справляться и пошла. Нашла и покусала собакой. Да, прям вот приняла решение. Вот, когда столкнусь, тогда вот буду справляться. Ну, вспомнила, что у меня есть шаблонное решение. Аналог вспомнил. Вышел я на проезжую часть, слышу там камаз бибикает, ну, ничего, и пошел дальше по проезжей части. Вот, столкнусь, тогда буду принимать решение. Тогда поздно уже, Наташка. Мне уже сигналит, предупреждает, а я окладываю до физической встречи. Это вот как раз материалисты такие. Ну, я же проходила как раз вот вестидневной, когда мы по всех связкам, когда я с собаками ходила драться. Так. Вот. Где? Ну, по крайней мере, я научилась, я взяла палку и пошла туда. и собак не было. Ну, как-то я в этот момент... А куда пошла-то? Метро? В Василькия. Я в 12 ночи ходила, там жила в Васильках и приезжала на восстание отдышать. И пошла, первый раз они на меня наскакивали, чтобы было неприятно идти. Я там отрыкивалась, я там покусывали. Вообще Коля играли? Нет, они вообще так длинновато. Не было. Пощипали. Они, конечно, сзади забегали. Их много было еще. Вот. И во второй раз я взяла словно так и так это... Просто они не огромные были, а вот забегали там ногу. И во второй раз я пошла и думаю, ну, пристану-то я их долбану вот этой дубиной взяла и... И ни одна собака вообще не вылезала, ничего. помещение прошло. Полудра, она вышла с дубины и все по домам. Мама, да. После дыхательного процесса как раз про собаку. и я вот и в этот раз я вспомнила, что у меня есть уже шаблон как побеждать собаку, дубина. Типа найду. Ну, пока шла забыла вообще про это и спокойно поделяла. Забы. Видимо, достаточно подумать, вспомнить про дубину. Найдем даже подходить. Вот. Ну, вот этот страх собаку вот так теперь преобразовала. Отлично. Забыла. Страх у меня всегда ну, какой-то есть. Потом вспоминаю, что вам а у меня есть оружие против них и все у меня это зубина. До этого я не знала как с ними страдать. Они такие хорошие, их бить нельзя. Что-то отписают. Да. издача. У меня скоро образуется такой же комплекс против женщин. А сейчас то их бить нельзя допроситься. Противоречие. Нет противоречия. Опять структура из кого? Чего структура из кого? Тема в чем? Ну, ядро, потом слои. Грох это прекрасно описал. Не прекрасно, Ген. А это суждение. Прекрасно. Ну, на самом-то деле, нет структуры. У него как бы общие слова есть. Что люди повторяют там какие-то проблемы. но что такое с кого? У него нигде нету. Это же у него опять общие термины. Система конденсированного опыта. В основе которой лежит психическая травма. А часто и физическая травма. Даже психической, энергетической достаточно, что образовалось с кого? Что непонятного? Ну, непонятно все. Как образуется с кого? Непонятно. Ну, вспомни описание, которое в книжке Гроуфа есть. Там ребенок в утробе. Там бубум, 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 бубум. Что происходит? И вдруг он слышит голос матери. Там не могу больше, не могу больше. Бум, закрепилось. Бубум, не могу больше. Как только что-то ритмичное в жизни дальше встречается, сильное, бум-бум, начальник говорит, опять вызывает начальник, ругать будет. Не могу больше, увольняюсь. Ну, слиплась. Бубум, угроза, дискомфорт, надо бежать. Не могу больше. Слабость проявляется, коленки подгибаются. Вот это и есть ядро из кого? в разных ситуациях дальше похожих на это, она начинает проявляться так или иначе. Медвежья болезнь. Видел кого-то страшнее, чем сам, сильнее, все, штаны наделал, медвежья болезнь. слабость, слабость, сфинктер, расслабость. Чего непонятно в этой структуре? Как заклинание просто повторяешь, непонятно, непонятно, а что непонятно, невнятно объясняешь. Общими словами пользуешься, как грох. Все есть тема или это все? У меня еще есть тема, ты же так любил. Ну, ты ни одной никак не сформулируешь. Актуальность в чем? Вот структура из кого? Нахрен тебе это? Я хочу я с своими с кого разобраться, чувствую, что... С какой конкретно ты хочешь разобраться? Не знаю с какой. Ну, а что не заявишь это как актуальную тему? Просто как бы ну, знаю я из кого икс. Вот. Это Илона Маска икс. Из кого икс. Ну, как исцелить из кого икс? Да? Тема. Почему не заявишь? Так это есть эта тема. Просто ты ходишь вокруг дыокла, а в лоб не атакуешь ее. Как исцелить из кого? Отлично. Что на этот счет говорит Гроф, автор термина из кого? Гроф говорит, что надо перепрожить какой-то слой, когда оно сложилось. он говорит сначала нужно техника дыхания, хлотропное дыхание попасть в ИСС, да? Да. Найти как он называет это? Ядро СКО, ядро СКО, перепрожить Жить Его и исцелить тем самым. Вот. Но перепрожить в современном сознании, как бы не проваливаясь туда целиком, осознавая себя, то есть в расширенном состоянии сознания, прожить и найти другое решение. Что такое ядро? Давай все-таки договоримся. Вот эпизод, который тебя ромнировал. Ну, в данном случае, вот, когда женщина осознала, что это мама с папой трахались, она была уже в утробе мамы, зачата, вот, и она услышала, как мама с папой как бы трахаются, как мама говорит, не могу больше, он ее там замучил, вот, и у нее это склеилось, что вот ритмичное давление, трудности, дискомфорт, я не могу больше, это одно и то же. Как только она встречает в жизни дискомфорт, она, я не могу больше, начинает переживать. То есть, сразу вторую матрицу не терпит, сразу пытается сбежать первую матрицу, все, она не может пройти в третью. Она воспринимает это не как вызов, как в идеале было бы, да, и начинать проходить сквозь этого. Что значит не могу? Я так не могу. Активничай и прорывайся дальше, перехватывай инициативу, дополняй для того, чтобы тебе было комфортно. Вот, пройди в третью матрицу, победи, в четвертую матрицу, пройди, все, из кого рассосется, ядро будет ликвидировано. Мне кажется, очень явно прописана методология. Тебя что-то не устраивает? Что-то не хватает? Мне кажется, не получается. Нет, я не понимаю, что не получается. Ты в измененном состоянии попадаешь в этот момент, когда встречаешься с кого? Ну, попадаю. по твоему рассказу. Нет. Ну, вот, я помню яркий пример, когда ты была в измененном состоянии сознания, так ты стал доставать девушку, через окно к ней лезть и так далее в Рошенхаусе. Ее доставать, а не решать свои с кого? я не помню, чтобы ты хоть раз рассказывала в процессах, что ты вот встретился вот это из кого-икс процессе и с ним вступала в схватку. Думаю, он у меня был процессом когда-то с неймом, который почти из кого-икс, почти как... ну, почти не читается. В том-то и дело, что когда ты бьешься с одной из оболочек, ты можешь даже победить эту оболочку, но ядро остается и с кого продолжает. Но мы не дали определение ядро, непонятно, чем отличается ядро от оболочек. Мы не дали определение, но ты опять его вытесняешь. Чем отличается ядро от оболочек? Ну, basic-basic в гионетике. первичная травма. Чем она отличается? Тем, что это произошло в утробе, перинатальный период ядро образуется. А из кого нарастают слои уже по жизни? Этим отличается. И как ты можешь найти изначально, чем она отличается, если ты еще ядра не нашла? Не дарылась до ядра, а ты наследствие раздражаешься. Ядро от оболочки отличается принципиально. Но пока ты не даровываешься до ядра, очевидности нет, чем отличается. у дионетиков там у них один basic basic. А здесь в схеме у Грофа множество из кого, там может быть тысячи из кого, у каждой из них, может быть ядро своё. Так. Здесь есть разница в моделях, по крайней мере. не одно ядро, не один basic. Если дианетика может говорить о basic-basic как принципиально источнике этой всей последовательности, а Гроф говорит о ядре как источнике именно этого из кого, то не факт, что они говорят о разных basic-basic, что у Грофа их много, а у них одно. Ну, смотри, у Грофа много, у этих одно. Ну, смотри, сколько раз осуществляется зачатие? Зачатие один раз. А один раз. А сколько сперматозоидов пытаются зачать, оплодотворить? Тысячи. Тысячи. Так вот, одно, одна травма зачатия случилась, а тысячи не случилось. Миллионы не случилось. Сколько же первичных травм? У этого случилось все хорошо, а вот миллионы первичных травм не случилось. И вопль отчаяния, когда кто-то из сперматозоидов врывается, все остальные гибнут. Не заверши своей миссии. можно описать, что одна травма у того, кто проломился сквозь стенку яйцеклетки. Он нанес яйцеклетке травму. А можно сказать, что миллионы сперматозоидов, погибших бессмысленно, они несли вот эту волну травмы. Миллионы ядер расковой изначально было. Это описание. Можно и так описать, и сяк описать. Понимаешь? Если не цепляться на ментале за описание, а понимать дальше. Вот я не понимаю. Да, я тебе об этом и долблю. Станюк, отцепись от описания. Ну, иди дальше, взгляни. Мир един. А описание у этого такое, у этого сякое. Это просто описание. То есть травмой является описание? Нет, травмой является травма. Отклонение от идеала. Отклонение от идеала множество. травмой является какое-то отклонение. Чтобы было отклонение от идеала, должен сначала возникнуть идеал. Понимаешь? А потом он может уже отклониться от идеального развития, становления как идеал. Так. Что? Что, что? Когда возникает перинатальный уровень? Какой момент? После зачатия. После зачатия. Когда появилась система оплодотворенная яйцеклетка. Да? Поэтому то, что было до того, это что? Контекст. Да? И породители, или что? Которым произошло зачатие. И он у всех идеально одинаков. Миллионы сперматозоидов, и только один оплодотворяет яйцеклетку. Как правило, бывают исключения. Вот идеальный оплодотворенный яйцеклетка изначально, всегда идеальный. А дальше потом выясняется, что генетически там что-то не так пойдет. Понимаешь? И когда то, что заложено потенциально в момент облодотворения, начнет разворачиваться, система начинает развиваться, тут-то и проявляются всякие сложности, где уже это существующее нечто так или иначе продолжает развиваться. И в каких-то случаях внешний событийный фонд, контекст влияет на это. Если папа-маму бьет, предположим, то очень большая вероятность увеличивается повреждение. идеального процесса. И вот повреждение идеального процесса, нарушение его, и образуют ядра. Сбивают идеального. Но если вот линию взять как идеал, понимаешь, вот это идеальный процесс от зачатия до самосовершенствования, до идеала, до просветления. А в реальности вот нет прямых линий, если внимательно рассмотреть. И вот каждое вот это коленце, это образует из кого? Непонятно, Ангена. Я не понимаю. Спроси, спроси, но не кричи ты непонятно. Это самопрограммирование. Бесполезно тебе объяснять, пока ты сначала кричишь. Непонятно. Отказываюсь понимать. Говоришь ты. О чем с тобой разговаривать? Может, это и есть из кого? Конечно, это и есть из кого. Останови, ты можешь сознательно управлять своим поведением, в том числе перестань вставить телегу перед лошади. мы сейчас находимся с тобой в диалоге и есть вероятность понять. А ты говоришь, а мне непонятно, ну, продолжаем. Мне непонятно, продолжаем. Непонятно, продолжаем. И снижаешь вероятность понимания. Чего непонятно? Ты услышала меня? Отлично. Можешь повторить, что я сказал? Есть идеалы. Что в том, что я сказал, и ты можешь повторить, тебе непонятно. Какое слово? Все понятны. Какая спаренность слов? Мне непонятна идея. То есть вот понимаешь? идея? Нет, пока нет. Какая идея? Моя. Тебе же она непонятна. Идея прямой линии. Тебе понятно, что она моя? Идея, даже ты можешь назвать прямой линией, ты находишься в процессе понимания. Ты так излагаешь, как будто ты не хочешь понимать, а хочешь уже, чтобы было понятно тебе. Ты хочешь проскочить процесс понимания и оказаться по ту сторону процесса понимания. Уже иметь это понимание. Его нет. Тяжело в учении. Как вы там не скучали зрители? полин скучно нет уже? Сейчас чуть-чуть извлеклась в очередной итерации, а так начали не скучно. Мишки он не скучно. Спасибо, Миша. Природа, жизнь, нет прямых линий. Процессы живые они проходят вот так вот люди течет. Опять это мы как описываем. Ну помнишь этот эпизод? Напомню всем. У меня была знакома и у нее двое детей, в том числе маленький мальчик трех лет, Ванечка. Она сажала их на велосипед и катала на даче была. Девочка постарше на багажнике сидела, а Ванечку сажали на раму. он за руль держался и мама говорит, Ванечка, а ты дорогу мне показывай. И Ванечка сидел впереди пальцем и говорил, мама, пьяма, 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 по тропинке лесной все время которая виляла, а он пальцем поворачивал и говорил, пьяма, 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 пьяма. Это прямая линия для него. Вода течет всегда по прямой линии наименьшего сопротивления. Даже если камень положен, то виден. Конечно. Нет травмы никакой в образе камня. Опять еще раз. Танюш, мы видим изгиб. Изгиб мы видим. Видим. Относительно нашего знания это не прямая линия. Не прямая. А для воды она прямая. Прямая линия наименьшего сопротивления. Поэтому с чьей стороны ты описываешь. Так нету травмы. Когда ты говоришь, что травма это отклонение от прямой, так везде эти отклонения от прямой. Нету травма, ну как бы специфически образующей идеи травмы пока. Танюшка, она есть эта идея. идея заключается в том, что когда мы видим изгиб, это мы считаем не прямой линией. И это следствие нашей травмы. Травма рождения, травма зачатия. Мы обладаем свободой воли, свободой выбора. И поэтому можем считать это не прямой линией, так как видим изгиб. задача восстановить первичную гармонию, целостность человека. Понять, что вода видит это линией прямой. Стать как вода, как дети, как Бог. Видеть в любой линии и прямую, и кривую, и кольцевую, какую угодно. Понимаешь? Вода течет, вот такая вот линия. А я вижу круговорот воды в природе. Вот такой. Прямая ли эта линия? Ну, да, и прямая тоже. И прямая тоже, и кривая тоже. И ручеек сюда вписывается прекрасно. Вода течет, испаряется на небе. Все присутствует одновременно. И по мере взросления у человека формируются разные жесткие промежуточные станции. И когда он видит, что ручеек не прямым образом течет, и думает, что он не прямым, это последствия травмы. когда он не может описать мир, как видит мишка, сидящий напротив него, и это последствия травмы того, что он такой человечек еще, который не дозрел до понимания, как видит мишка. Понимаешь? Ну, он этого понять не может, пока он не дойдет там до какой-нибудь пятой ступени развития. по прямой развивается. И когда ты споришь об описании, ты теряешь вот это направление прямой, вертикали, полноты, не к полноте идет. То есть ты не понимаешь еще так, как понимает там Бог. Да. Но ты хочешь что? как бы понимать, оставаясь такой же, который не может понять, как видит мышка. Это невозможно. Структура такова этого мира, что для этого нужно созревать. А ты упорствуешь всеми фибрами, и это гомеостаз, это замечательно. Так он устроен. Ты упорствуешь. В том, чтобы понять, что такое СКО, какова его структура, как разрешить исцелить СКО Х. В этом упорствуешь. Ты почему-то чувствуешь полноту жизни только тогда, когда у тебя СКО Х не разрешено. Боишься шагнуть дальше, тебя и так неплохо кормят здесь. все хорошо. И так каждый человек цепляется за свое какое-то, находит уголочек, закрепляется и упорствует, даже сидит в этой дырке. И в этом смысле, когда буддисты или тальтеки говорят о спасении кого-то, да, на елке, ну, что ты остановился в развитии, двигайся дальше. Там еще сложнее, еще интереснее, еще больнее будет, еще веселее, все будет Чапаевского так, понимаешь, вперед. Ты понимаешь? Понимаю? Как понимаю? Нет необходимости прямо сейчас понимать как-то, как я думаю, надо понимать. Понимаешь? Понимаю, как ты сейчас понимаешь, и этого достаточно. Мне кажется, все традиции этому учат упортно. Долго у меня тут прямо из кого есть, мне кажется, вот идеальное есть понимание, и я вот для него все время не дотяду. Вот. Это болезнь. есть некое идеальное понимание. Твое прямо сейчас понимание для этого контекста идеально. Ну, какой эксперимент? Давайте попробуем. Закройте, пожалуйста, глаза. Представьте золотой шар диаметром 37 сантиметров. Достаточно. Открывайте глаза. У кого получилось? У Светки получилось. А вы опять вот стою конечно же конечно же ты успел ты успел но считал, что должна быть вот как-то так, а ты этого не достиг. У меня золото не появилось. Вот, у меня золото не появилось. А у тебя может квадратный там шар появился или еще там только темный сгусток начал образовываться. Экран еще не включился. Да, у меня был квадратный потому что я сюда смотрю 100%. Я начала его как-то перестраивать. Это пример. У всех все всегда мгновенно получается. Но есть слой суждений который говорит подождите подождите у меня не получилось. Слишком быстро слишком ярко слишком необычно. или еще что-нибудь придумает. Это суждение и это слой развития. Если его преодолеть становится легче. Я действительно в отложенных СКО есть книжка геометрическая рапсория. Там как раз описано множество этих фигур платоновых четырехмерных пятая десятая которые люди представляют в уме. И мне это всегда не удавалось. А есть эти которые действительно могут в уме представить и ну понять сколько там каких-нибудь посчитать ребер. Давай проверим. Ну давай. Возьми пожалуйста листочек бумажки и нарисуй золотой шар. давай. Уже достаточно. Как ты смогла его нарисовать не представил. Как ты представил? Вот вот этого достаточно. А дальше идет суждение умственное. Так ли я представил? Сомнения начинают гадать. А что еще добавить? Как еще улучшить? Ну да. Там вот с жонглированием я питью. Я то сейчас вот четко знаю, что там какие-то трюки я могу представить, но нет. А какие-то нет. А какие-то мне необходима работа. чтобы их представить. Как они выглядят. Наташка, возьми кулак. И покажи Ма сразу пять пальцев. Это жонглирование питью. Как ты думала, Наташка сейчас сидит и думает, как же пять пальцев ей показать? Как же ей пять пальцев показать? Как же? смогла. Я думала, а потом убрать или не убрать? даже если сделала так. Все равно сделала. Неважно как. Ты показал. Даже если ты вот так повернула кулак, понимаешь, показала бы пять пальцев. Более того, если ты сказал, я не понимаю как, то ты уже показала пять пальцев. уже все произошло. Да. Вот. А мы начинаем придумывать, как это должно быть. И это рассудок, вторая ступенька развития. Всего лишь вторая. Понимаете? на третьей мы можем понять, что мы показав кулак, уже показали пять пальцев. Вот. На четвертый, на пятый еще более сложное понимание наступает. Знаешь? И пока ты не добралась до идеала, когда уже все случилось, все, что могло случиться, случилось. Ты уже прожила жизнь, ты уже достигла до этого, до совершенного состояния, до этой идеи. У тебя, конечно же, есть промежуточные какие-то спазы. Ты на них сейчас находишься доминантно. Вот. Но бьешься так, как будто эта паза единственно возможная. Как будто ты уже прошла весь путь, и теперь знаешь, что его пройти невозможно. Ну, парадокс. Ну, наверное, не того. Ну, все. Картошку будешь ты чистить. Да, или пирогский мод. Есть у тебя еще тема? Давай. Значит, про следующий клуб «Искатели истины» поговорить. «Искатели истины». Просто мне оргфокус, чтобы обеспечить людей, создать на клубе. Хотелось бы лучшего понимания, чего мы хотим. То есть, мы опубликовали вот эту идею, с одной стороны, в этом. Да. Как она называется? Дружина искателей истины. Она большого там резонанса не вызвала, я знаю, туда заходила, там, 44, что-то такое, валька. Вот. Но мы хотели собрать еще в Москве тусовку. И, ну, как я понимаю, ты предлагал какую-то новую волну поднимать с этими искателями истины. Мне вот, причем на следующем клубе в Москве, мне бы хотелось почетче понимать, что же, кого же мы хотим. Давай проведем быстрый опрос. Итак, Светка, твое мнение. Кто мешает из нас, МАП, лучше понять это? Ну, ты мешаешь? Нет, я меня не видела. Тогда, может, тебе со стороны видно, что кто-то из нас мешает? Мешает? Нет. Может быть, тогда ты видишь что-то в МАП, не знаю, где-нибудь затычку в какой-нибудь ментале, темное скопление энергии. Что-то ей мешает, ведь она спрашивает, мне что-то мешает, говорит она. Видно тебе со стороны? Так, вычеркиваем Светку. Видишь, что мешает, мы лучше понять. Ты понимаешь, что ей мешает? Может, как-то освободиться мешает, что нету освобождения. Полинка, тебе видно со стороны, что может МАМ мешать, что ей мешает? Она пытается не сама вникнуть и подумать, что бы сделать с этим проектом, а пытается угадать, что Бога принял от нее. Даже угадать не пытается, просто пытается выпытать, да? Выпытать пытается. Смотри, предположим, ты хочешь, чтобы больше людей познакомили с этой идеей, пришли на клуб, лучше поняли, что мы затеваем и так далее. Ну, почему тебе прям там, например, свой пост не оставить? А я, собственно, говорю, организатор, а не понимаю, что такое это за клуб, чем он будет заниматься и так далее. Какие идеи, ребята? непонимание превратить в вопрос, а не в констатацию «я не понимаю». Ген, наверное, так вот, смотри. Я и так устала от, как мне кажется, огромной оргдеятельности, которую везу я преимущественно, и которая, как мне кажется, малоэффективна. То есть я ее в гигантских количествах делаю, и она дает, ну, как мне бы хотелось, чтобы она давала больше, но дает она мало. Уже при тех данных, которые есть. И, скажем, того, что мы назовем новое слово «искатели истины», мне кажется, ничего не изменится в данный момент. Надо что-то принципиально менять. И тут ты выдвигаешь предложение. Что же надо менять? Если не слово, то что? Какие идеи? Ну, я чувствую, что у тебя наболело это. Это наболело. Да. И уже куча предложений есть, но почему-то их не озвучиваются. Что нужно менять? глобус. Значит, на самом деле это почти моя первая тема. Так. Наверное. Что меня наболело, и мне кажется, что количественно, как бы, что ли, я устала подходить к этому делу количественно. подходить от всех. Да. И организовывать опять мероприятия по спасению всех, у меня не хватает сил, я не вижу их потенции. Поэтому мы же и делаем по твоему маршрут. Мы пытаемся не всех сейчас звать, а только искать листья. Их, может, две штуки вообще на всю планету. может, один. Может, это ты. Мы их и ищем. Уникальных штук. Да, я на буме, мы с Рыгинкой искали, там уже сколько, 70 тысяч человек. Мы искали просветленного, наклеила. Меня спрашивали, нашла ли я. И только один человек пришел. Я там по всему бомбу целый день ходила. Ого. Этот самый наш. Это был из Free Culture of Spaces главный. Он пришел, и он правда не знал, на что он пришел. но все остальное себе так не думает. Что? Я поняла. Так что ты хочешь изменить? Я же задал вопрос, ты так и не ответил. Если не слова, то что? Изменить что? в данном случае по отношению к этому мероприятию я как-то продумала, что действительно я текст писать не буду мучительно, а весь текст в общем-то уже и есть. Мы приглашаем людей, которые хотят искать истину. Все точка. О чем тогда был вопрос, что у тебя нет предложения? Где тут гигантские твои организационные усилия? Организационные усилия? Кто этот клуб будет организовывать? Я писать, звонить, объявление писать. Ты уже вроде уже сделала все. Я уже частично там еще Дэн Александрович был. Нет, еще у меня клуб мышления собиралась туда тиснуть, попробовать. Танюш, нет никакой обязаловки. Они же как бы хочешь сделай, не хочешь не делай. зашилось? Не делай. Вроде у нас нет обязаловки. Как ты умудряешься зашиться-то? Сверх усилия организационные откуда берутся? Это твоя инициатива оказывается. Потому что каждое оказывается, каждое небольшое усилие, там реклама ВКонтакте, которую я думала сейчас заплачу 12 тысяч, они мне еще 5 сверху каких-то бонусов, они мне еще консультанта и все запечательно. Оказывается, этот консультант говорит, у вас не работает группа нифига. Ну ладно, я заполняю группу. Потом оказывается, объявление, которое он же пишет, не проходит модерацию. Я ему говорю, давайте сделаем это. Он не посылает как гигантский рассказываешь все, я слышал уже это. Что ты предлагаешь? А каждое тело оказывается каким-то гигантским. Сажаю семечко тыквы, хочу, чтобы вот такая большая тыква вырастет. Так ее, оказывается, поливать надо. Уже пора сажать, кстати. Уже пора сажать. Дальше идет вот эта цепочка. И что, Таня, ты хочешь мир поменять? Поэтому я и зашиваюсь, что каждое я начинаю какое-то дело, оно оказывается огроменным. ну, давай проверим. Какое нибудь дело прямо сейчас начни. Ну, поменяй позу тела. Если изойти из того, что ты придумала и сделала, за этим последовало громадное, значит, каждым, а ты утверждала, что каждая, значит, было неточное описание ситуации, подмигнили никаким правым глазом. Вот, видишь, сейчас ты явно, я просил правым, а ты двумя подмигнула, то есть, ты сама приволокла лишнее действие. И так, наверное, в каких-то случаях и бывает. Он говорит, тогда вот сайт заполните. Ты говоришь, спасибо их совет. Включаешь и сбываешь об этом. Не надо перегружаться. Но если ты хочешь, ты берешь и делаешь пожелание своему. А потом вдруг говоришь, я так замучилась. Зачем делала? Ты хотела замучиться получается? Не отдавая себя отчета? Нет, мне кажется, ситуация такая. Я ожидаю, я в уме, делаю неверный прогноз. То есть, я все представляю, вот ситуация, я в нее как бы вписываюсь, вкладываю вот столько и получаю там вот столько. Да. Оказывается, что я вот столько вкладываю, а по обратной связи мне вложить еще там вот столько. Ну, то есть, получаешь, я дожидал вот столько получить, а вдруг, вложил и столечко, а вдруг получил вот столько советов. Нет, это как бы вложение ожиданий. Да, ну, советы посыпались. Ну, вот. Но ты видишь, это не так. А ты начинаешь к этому относиться, что тебя заставляют делать очень мелко. я уже как бы хоботок увяз, птички пропасть. Я хоботок засуну там вот с тем же жонглированием, понимаешь? Вот это мне очень близко, я понимаю тебя. Хоботок увяз, все. О чем речь? Что ты хочешь изменить? Чтобы мир был другой? или ты себя хочешь изменить? Или мир? Или еще что-то? Ну, скажи. Гармонизировать свое отношение в данный момент. Мы этим и занимаемся. Да, вы молодцы. Нет, вот мы с тобой этим занимаемся. Ты хочешь гармонизироваться, я хочу. Вон, ребята здесь поэтому же, потому что хотят совершенствоваться, улучшаться, гармонизироваться. некоторых получается, в некоторых временные трудности. Как известно, самое темное время перед рассветом. Что ты хочешь прямо сейчас? ладно, я уже ничего не хочу. С искательными истинами поняла. Так, чего? Я простой текст делаю, отправляю его куда, куда я хотела, и все. Заодно еще можешь всех остальных послать, куда хотела. да, нет же никаких ожиданий, да. Все? Ну, последняя тема у меня была как раз про то, что мы сейчас воспоминания себя во множестве дел, что я переживаю себя вот опутанной этим количеством дел, не успеваю делать того, что там мне хочется или Ага, отлично. Ну, мне кажется, вот эта тема могла бы быть для Полины тоже очень близкой. Как тебе, Полин? Да, да. То есть рутина наваливается, ожидания людей, там, событий, требования, как бы со всех сторон дергают уже, и как бы ты должен всем становишься, да? да, да, причем даже в случае я заказчик, я типа Светке заказываю статью, она приходит, но дальше она начинает с меня, и я уже как бы статью отредактировать, там, процесс этот провести, и оказывается, что... А зачем? Ты же заказала статью, получила статью, можно остановить. Я хочу как бы хороший продукт. Но это уже другой этап. Хотела Светкину? Ты получила Светкина. Можно остановиться на этапе, а дальше делать со мной дальше, что ты хочешь с этим материалом, или выкинуть его, или редактировать. Так я этим и занимаюсь? А тебе бывает, что вот всё хватает? И в субботу вдруг поняла, что у меня на всё время хватает. И раз так собрала, подписи сделала головоломком, статью дописала, отправила Войцеховичу, что-то там ещё собрала. Ну вот перед отъездом, когда мы там по 12 выезжали, я до 12 всё успела. Надо же! Я прям отметила себе, я всё успела. А потом у тебя там задержали на полчаса, я ещё там помойку пошла, выкинула. Да, ещё зашла там в банк, даже на почту успела, быстрым шагом там добежала, но не успела там очередь. Один человек 15 минут пытался. У тебя столько энергии высвободилось, что не надо идти в музеум? Это на радостях. пришло, накатило. А я наоборот из-за музеума успела, пока там сидела, значит, я прям это самое, думаю, пойду копии сделаю там, при этом слежу за входом. Вот, думаю, так, сейчас переключаюсь, сейчас люди придут, значит, люди пришли. Так, сейчас я себе, значит, распечатала документы, мне их подписать там по своим. Так, люди пришли, сейчас я буду китайским заниматься. И тоже все успело. Вот такой был день. Круто. Молодого ты успела, Таня, починить там, что-то хотела. Люди посмотрели там все. Мы успели доехать. И в Ширан доехали. Светка даже вечером отметила, что так приехали. Где-то големочка там, что даже. Потрогаю подошву, какая-то иголочка колит. Всю подошву. Как это было. Всю подошву. Вот, где-то у пятки на подошве. Ничего не было. Чуть-чуть сбоку. Сейчас, секундочку. Какая-то злоноза там в пятку впилась. Неразвучит. Это без нужды. Пойдемся. Окей. Так что, Татьяна Золина? Как вспоминать себя в делах? У кого есть такой опыт? Светка. Ну, я люблю дробность. То есть, скажем, не впереться в одно дело и пока не буду. А раз вспоминаю, что я хочу, сейчас что-то другое оставляю и иду смотрю в путинке. Делать это другое. И так, что удается... А я вот до логического конца люблю довести. Ну, то есть, до какого-то, может, промежуточного. Не бросить просто так, потому что недоделанный там, хоть до какого-то этапа делал, у меня лично энергии отнимает больше, чем я еще потратила полчаса доделала вот эту мысль. Я возвращаюсь, Полина, я не совсем бросаю, я просто, ну, как бы откладываю на некоторое время и потому что устаю этим заниматься, хочется уже возникать желание другой деятельности. и я иду, делаю другое. Вот. Ну, вот один способ, да? Мне кажется, второй достаточно простой способ. Там, не знаю, телефон завести, чтобы он каждый там пять минут, десять минут, давал какой-нибудь сигнальчик. Ну, вот тоже дробность, только вот стимулируемая извне. И как бы упражнение стоп. То есть, день, я останавливаюсь и вспоминаю себя. Что я, кто я, что я делаю, на какой стадии, хочу ли я делать, да? Дальше там, не знаю, пух, выдыхаю, задерживаю дыхание, вспоминаю, выдыхаю и продолжаю. Опять дзынь, задерживаю дыхание, сканирую, выдыхаю. В чем проблема, Танюш? Ну, как у Маяковского, еще одно действие добавить, которое помогает освободиться от всех заседаний. Ну, отягощаюсь я, знаешь, вот как-то кажется, что, что, если вот это действие добавить, то я просто не буду делать того, что я делаю. Ну, это не отягощает, а ты придумываешь себе отягощение. Что ты отяготишься. А вроде как, наоборот, это освобождает последнее заседание. Еще одну практику, которая освобождает от этих тяжестей. там цак, знаешь, шевельнулся, динь, ага, я же практикую. Я не просто стираю белье, там, картошку чистию, а я же практикую. Дзынь, практикую, осознанность. Ген, а я есть вопрос про эту тему, мне кажется. Ума мне написала в комментарии, я думаю, так и есть, что она стремится к идеальному выполнению действия. А идеал, ну, ты даже порядок посмотреть, как она наводит. Фундаментально вот прям. Ну, давай так и назовем. Она стремится к фундаментальному действию, а не к идеальному. Ну, у меня это... Ну, смотри, в Триде идеальные действия, это когда это происходит само. А, поняла. Вот, а вот фундаментально это вот перестройка, значит, все перестроено с нуля. Я-то хотела сказать, что вроде как идеал он не достижил, и поэтому я в какой-то момент, видимо, загоняюсь и переживаю это, что, знаешь, как это, я к нему, а он все дальше и дальше отдаляется как-то резонт. Ну, мне это знакомо, Светка, но это опять описание такое, то есть, это самоограничивающееся убеждение. Идеал не достижим. Идеал уже прямо здесь присутствует. Ну, как же, вот я же вижу пыль прямо сейчас, и это не... И это идеально. Этот мир так устроен, что пыль всегда есть. чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше, я ее не вижу. Чуть-чуть больше, она мне начинает мозолить глаза. Но она есть всегда. То есть, речь идет о том, как договориться с собой. Вот такой уровень пыли мне как-то не очень, а вот такой нормально ты имеешь в виду. Ну, а вот, если это то, как ты говоришь, то здесь совершенно нет, чем вообще затеваться сталканом. Совершенно верно. Только если я хочу. Чуть усталкан. Нет никакой необходимости, нужды. Я повторяю это чуть ли не каждый день по 10 раз. А если я хочу протереть пыль, даже если я не вижу ни одной пылинки, она есть. Почему не протереть? Хочу. Другая картина мира, другой подход, другая идеология, да. стандарты, чистоты. Это не мое, это социальное. Шаблоны. Качество показать. Я могу жить своей жизнью, могу соответствовать шаблонам, стараться. Быть рабом. Обслуживать их шаблоны. Кого-то неизвестно. Окей. Можно я расскажу? Давай. Я когда училась на ISO 9001 вот этот аудит качества, в Дрэзде не училась, поэтому немцы у нас принимали, тот, кто должен был принимать экзамен, он рассказывал, что самое важное, вот вы приходите на предприятие, что там самое важное надо посмотреть в первую очередь. А мы русские, как что, там типа цех, там ну не цех, а что там, что у них там. Значит, есть ли документация, ну все там начинают перечислять. Нет. Вот вы понимаете, вы в Германии, типа, вы заходите и смотрите, если грязно, то все, это минус, это все должно быть чисто. Вот стандарт, немецкий стандарт. Никто не догадался спросить, а почему это самое важное? Наверное, никто, всем был понял. Ну как ты думаешь, он бы ответил? Ну, я могу за него спросить. Понятно, что если они чистоту не навели здесь, в физическом мире, значит, дальше у них будет хуже и хуже, то в следующих пластах у них будет больше беспорядок. Ну, мне непонятно это. Ну, нам, немцам, мы, у нас такой стандарт очевидное следствие. Да, если физическими люди не смогли решить проблему, что самое простое, то дальше у них будет больше хаоса. То есть, у вас в Германии здесь есть беспорядок, у вас мозги засорены штампами, что это самая главная чистота. Нет, что это показатель. Как нет? Вы нам сейчас рассказываете, что это самое главное. Первый показатель... Вы предъявляете мусор сейчас в голове. У вас, мы говорим, такой мусор, акцентуация на мусоре. Да. Ну, как бы, так, с нашей точки зрения, да, с его точки зрения, да. Второе было, нельзя принимать подарки. Ну, это уже. Ну, это, 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 как это называется? Этика. Нет, не этика. Это, ну, когда я плюсы ставлю водителям, как у них, они нарабатывают рейтинг. Да, это рейтинг. Если принял подарок, все, это, значит, продажный аудит. В конце концов, быстро расходятся слухи. Знаете, я вот пришел на завод, меня прислали аудит провести. Вхожу к директору, говорю, здравствуйте, меня зовут Геннадий Алексеевич, Широков, и я прислал вам оттуда-то, оттуда-то провести у вас аудит. А директор раз и начал мне улыбаться. Говорит, проходите. Ага. И вот как к этому относиться? Как к подарку новому? Вы у нас учили, что принимать нельзя. Как я могу не принять его улыбку? Вот здесь вот мы прям задавали вопрос. Мрачным. Что он ответил? Быть мрачным. В ответ быть мрачным. например. Ну, то есть, я принял подарок и помрачнел. Если ты улыбнулся в ответ, то ты принял, как бы, тебе улыбнулись, ты улыбнулся. А если я стал мрачным, то я принял, заметил, воспринял эту улыбку и в ответ помрачнел, я стал предвзятым. Я напрягся, они что-то скрывают, у них нарушен второй по важности принцип подарки. Все, я предвзятый аудитор. Ну, Кен, с тобой никто не выдержал, там, все бы уберли уже эти. Ну, скажи, все бы выгнали из этих курсов и все. Предлагаю подводить итоги. Кто-то хочет что-то сказать? Илюха говорит, я очень хочу сказать, но не могу. А кто-то такой пузырик присылал. Это лайки такие падают. Здесь в зуме падают лайки. Ух ты. Они так прикольные. Кто-то делает, конечно, кто-то лайк, и кто-то лайк. Ну, наверное, но я думал, что, а если это лайки, то это Миша, он в восторге. Ага. Спасибо, Миша. Тогда подводим итоги. Итоги. Юлька, может, у тебя тема есть горячая? Если ты еще есть. Есть. Я здесь, да, я слушаю. Так. Я в прошлый раз вот тему этом, я над ней работаю, как любить людей больше. Я посмотрела Свияша, вот то, что вы мне порекомендовали, сосуд кармы. Как-то я немножко подразочаровалась, знаешь, он как бы, ну, сейчас я записала. Он говорит, что вот это все, сосуд наполняется, об этом свидетельствует развал всех дел, отсутствие отсутствия чего-то, семьи, детей, денег, жилья, отсутствия. И или еще такая мысль, что, может быть, душа пришла с высокого этажа тонкого мира и не справилась со своей задачей, ее отзывают. Ну, в общем, я хотела бы по возможности, может, еще что-то мне посоветуете другое, почитать, послушать. Смотри, мне кажется, это техническая моделька. Ты говорила, как решить мою ситуацию. Мы сказали, возможно, этот инструмент мог бы тебе помочь, если ты им попробуешь пользоваться. Я почитал, мне не понравилось, я не буду. Не впечатлил, да, как-то инструмент. Может, тебе не актуально вообще решать твою задачу? Посмотри, там твоя лодочка жизни наполняется водой, твой кораблик тонет. Мы говорим, вот эти можно вычерпивать воду. Ты говоришь, ой, она какая-то несимпатичная, эта баночка, я не буду вычерпывать ею. Посоветуй мне какую-нибудь другую посудинку. Ну, да. Мне кажется, если бы ты хотела спастись, ты бы за любую соломинку хваталась бы, а не выпендривалась бы, нравится, не нравится. Ну, да, ну, вот эту соломинку вот я похваталась там на 5 миллилитров и стало меньше воды. А нет ли у вас более действенной соломинки? Это может быть действенной, если ты будешь работать ей эффективно, освоишь ей, приспособишься. По крайней мере, сам Савьяш утверждал, что он вот в оптимальное состояние количество жидкости привел свое, и он как бы живет счастливо, сбалансированно и так далее. Вот. А так еще, ну, Юлька, мне кажется, есть очень много систем. Вот, чтобы угадать, что тебе понравится, мне кажется, я не смогу угадать. какую-то другую назови, я почитаю. Сэнтология Пабрга. Читала, наверное, чего-то? Нет. Ну, чего-то, может быть. Ну, вот. Мощная система, во многих странах ее как бы запрещают, подавляют, потому что, на мой взгляд, она действительно очень эффективна и действенна. Но там нужно последовательно много денег, много времени, много себя вкладывать в изучение этой системы и потом интенсивно пользоваться этим. Есть альтернатива, значит, то есть, сэнтология дорогая система, чтобы в ней очиститься от всяких проблем. А есть называемая, как она называется, свободная зона. Была, да. свободная зона. То есть, в какой-то момент один из руководителей интенсивной церкви откололся от нее и создал свою систему свободной зоны, где очень дешево люди помогали друг другу, проводили аудитинг, осваивали эту методику, как бы, очень эффективно по всему свету распространилось. Вот я в Москве находил специалиста, вот проходил у него аудитинг на фуршитной те самые. и мне понравилось очень здорово. правда, это было уже лет 5-7 назад, наверное. Аудитинг проходил, да? Как называют? Аудитинг. 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 Вот Миша, да, вот специалист, у него сестра в Риге возглавляет отделение сэнтологическое. Вот, то есть, может быть, через него подскажут. вот аудитинг, вот основной инструмент, как бы, очищение самого себя, клирирование, так называемое, клир, слово английское, очищение, чистота, чистый. Вот, и вот клирирование, как бы, аудитинг, один из таких инструментов, чтобы при состоянии клира. И вот клир, якобы, это состояние, где человек освобождается от многих-многих проблем, связанных, в том числе, со здоровьем. Вот, посмотри в ту сторону. Ну, да, хорошо. Может быть, я сейчас вот послушаю тебя, думаю, ты же мне, правда, даешь самое ценное, что знаешь. А может быть, я не о том спрашиваю, а просто не могу сформулировать это. Вот, может быть. Хотя, мне кажется, разговор это разговоры, понимаешь, то есть, я тебе не подсказываю, а дальше, только ты сама можешь взять инструмент и что-то сделать с собой, практикуя его. Поговорить, почти ничего, это бесполезная штука. Вот, так что я практически тебе ничем не помогаю, просто делюсь информацией. И наверняка, это не самые лучшие системы для тебя, потому что их очень много, и я говорю из своего опыта, то есть, мне понравилось, мне помогло. А тебе помогло в какой задаче? Можешь рассказать? Конечно, я уже рассказал, задача очищения своего сознания от всякого бреда. Очищение своего сознания. Статья про свободную зону, видимо, она существует, причем так сурово, по крайней мере, в мире точно. В интернете вот, Анюшка нашла. Статью про свободную зону, да? По идеологии свободной зоны. В том числе, да. Классический Хаббард называет ее скверл, белки. Окей. Спасибо, Юль. Вам спасибо. Кто-то что-то еще интересно хочет поговорить, пожалуйста. Я что-то тут структуру вот этих многозадачностей, решений, значит, это сам продумываю. Идея, значит, первой энергии всего хватает, когда интересен результат. Значит, второе, когда результат неинтересен или не слишком важен, а это одна из там вспомогательных задач или там нужных. Да, для меня, я тут подумала, давно пользуюсь и это продолжаю. Значит, 20 на 80. То есть 20% создает 80% результата. Этого достаточно, когда не надо 100%, вот в частности соцсети. Вот, есть базовый вещи там, которые тянут. Для того, чтобы подойти, какие эти 20% тянут 80, нужно либо спросить хорошего эксперта, либо самому, знаете, экспертом уже спускать. В частности, по соцсетям, я там год всякие курсы слушала, чтобы для себя понять, что работает, а что вот я не буду. Оно хорошо работает, но я не буду это делать, значит, потому что у нас пропорционально затратам дает не тот результат. Вот, в частности, значит, написание текста к своей странице, Таня, это самое, оформление шапки и размещение хэштегов, там, головоломки под каждым постом, там, или правильный текст, головоломки в музее, там, везде, в каждом, блин, тексте, вот, дает больше, чем реклама, по моему опыту. Дальше, и вот в бетоне в своем тоже, значит, я вот год поработала, теперь я знаю, что ножку я шлифать не буду, я с радостью, значит, об этом заявляю, там, или с меня отпросят документы о компании, плюс справку из налоговой, вот это, пожалуйста, что есть, мне легко, а это, не буду, вот нет у меня времени, и все, и вот это вот, как у вас же используют, это честность, это себя столько вообще снимает, вопросов, не буду, и это, ну, как бы, у кого-то вызывает, а у кого не вызывает, тот всю кровь выпьет, и дальше, вот это я, кстати, уваженно училась, очень хорошо работает, вспомогательный, то есть, либо результат очень интересен, и тогда нет такого вопроса, вот, в главном честности, определить свою честную позицию по отношению к результату, либо 20 на 80, если все равно это надо сделать, блин, если результат неинтересен, я вот по себе тоже смотрю, у меня и время-то есть, я все равно тяну, его куда-нибудь, вот это какая-то, какую-нибудь ерунду, и вот это, перфекционизмом где-то, либо просто просеран, вот так, то есть, либо глубинная, либо такая вот техническая вещь, для себя тоже сейчас я прокрутила, это тоже полезно, я так подвожу итог. Спасибо. Миша, что ты по итогам скажешь? Спасибо, очень рад вас увидеть, и послушать, это как беседа мудрецов, слушают, радуются, спасибо. Пожалуйста, местные, кто-нибудь что-то хочет добавить, сказать, подвести итоги. Света, слушала твой диалог с МАП, про понимание, вот, это так, ну, что ты для себя пометила, и что понимание, это процесс, и что себя примерила, я часто хочу понимание сразу, или понимание для меня, это состояние, только это очень было, полезно про себя понять, что понимание, это, ты меня уже даже говорила, это не совсем, это не эмоциональное состояние, это не только эмоциональное состояние, вот. То есть, вот такие нюансы, какие-то тонкости, было очень, очень интересно, пока, правда, спасибо. Натушке, что-то добавишь? к итогам. Ну, мне вот, про то, что, близко, ну, короче, у меня, что, не обязательно, что, то, что я представляю, что, каким должен быть результат, я, кстати, его не представляю, что он просто должен быть идеальным, у меня даже нет образа результата, я вообще, я не понимаю, кто владеет этим образом результатом, которого я должна достигнуть, но там, типа, есть кто-то, какой-то человек, который скажет мне, да, вот это точно так, вот, примерно, я вот так вот сейчас вот дошла до этой точки, уже продолжает чуть-чуть, что это не образ результата, а что этот человек, вот, из кого у меня такое, который мне говорил, да, это так, все, ты теперь остановись, ну, типа, ты молодец, вот, ты сделала то, что правильно сделал, и я вот до сих пор, ну, как бы продолжая этот образ, там, пытаться сделать, а этот человек теперь только я, ну, я могу сказать, что все, ну, Полина там сказала, а ножку я не буду шлифовать, вот, все, это я, я вот, типа, вот никак не до, ну, ну, вот только сейчас дошла, короче, до этого, ну, процесс, вот этот процесс, который ты провел, для меня, был прям, ножку я не буду шлифовать, а ты вставляй хэштеги во все записи, да, ты, Маша, что-то хочешь добавить? Вот, хотела это добавить, еще, ну, еще, чтобы мне так мешает, шум, вставление этих самых, зубочисток, все, спасибо, ну, тогда я предлагаю завершать клуб, спасибо большое за участие, потихонечку, спасибо, я не гений за беседу, а то мы рано разошлись, клуба, да, говорит, все равно нечего, с толком посидели, а мне галочку по развитию ума за неделю не поставить, я не могу страдать, а музеон, да, там, небось, порешало кучу головоломок, вчера, слушай, ну, некоторые там маленькие, то, что простые спрашивали, я вот с попростыми там поразбиралась, с этой самой с номенклатурой, чтобы людям-то чё, чпух понравился тебе новый, чпух, в честности, освоила, развелся, А кто придумал название, ты тетечка или ты? Это я сказала, это же чпонька, и одновременно как-то из пространства, она сказала, окей, ну, пока всем, до свидания, здоровья и удачи, до свидания.